Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам самую дешевую четверку в Шарм-эль-Шейхе, Параана Хайц. Погнали! Так, ребята, мы зашли в холл, такой компактный холл. Продолжение следует... Которая находится в Напке, территория спроектирована таким образом, что есть терраса сразу за холлом и можно просмотреть всю территорию отеля. Итак, давайте сразу вас ориентирую по расположению данного отеля. Значит, этот отель находится в бухте Напк-бэй. Это самый последний отель в данной бухте. Расстояние от аэропорта примерно 13 километров. Значит, если вы едете на общественном трансфере, а вы будете ехать на общественном трансфере, то вы увидите абсолютно все отели по пути, в которых будут завозить туристы. И, в принципе, когда вы приедете уже в ваш отель, в этот отель, то с первого взгляда у вас может быть легкий шок после всего увиденного. Потому что, ну, реально он на фоне других отелей очень сильно отличается в плане чистоты и красоты. В общем, все соответствует цене. Вы должны это понимать еще на этапе выбора тура. Почему на тур с этим отелем такая низкая стоимость? Друзья, в общем, традиционный обзорный вид мы можем получить с террас. Их, можно сказать, две здесь в отеле. Только что вам показалось с одной стороны. Вот я показываю вам с другой стороны территорию отеля. Не знаю, успеем мы пройтись по территории, либо не успеем. Но, ребят, стоимость этого отеля говорит за себя. Что мы можем получить в этом отеле? Так это то, что мы можем получить хороший пляж, который расположен, ну, недалеко от отеля. Должен быть шаттл. Ходит он по расписанию. Концепцию нам дадут. Я постараюсь вам дальше рассказать в этом видео, как ходит шаттл. В целом, территория относительно небольшая, но и не тесная. Ветер очень сильно чувствуется. Корпуса расположены таким образом, что они ни капельки не защищают территорию от ветра. Соответственно, зимой здесь будет, ну, мягко говоря, просто холодно. В целом, еще сразу обращаю внимание. Здесь показываю вам примерное состояние всей, как бы, всех построений. Ну, то, что это здесь, то, в принципе, это и по всей территории. Скорее всего, большинство зданий и территорий, я думаю, будут чуть-чуть в таком вот состоянии, не очень удовлетворительном. То есть, ну, отель реально требует глубокой реконструкции, обновления. Вот. Но, опять, откуда он будет это делать, если он практически бесплатно размещает своих туристов, еще и кормит при этом. Хотя потенциал у отеля есть. У нее хороший пляж, там можно зайти из берега. Обувь, конечно, нужно иметь. Защитную коралки, либо что-то в этом роде. Но, я говорю еще раз, ветер. Я чувствую здесь очень сильный ветер. То есть, сейчас октябрь. И в плане того, что ветер, да, он не холодный. Сейчас, наоборот, это, как бы, комфортно. За счет ветерка как-то легче. Вся жарища переносится. Но зимой здесь будет, мягко говоря, еще раз повторяюсь, холодно. Потому что он стоит на возвышенности. Сейчас я как раз вам показываю. Должно вам быть понятно и видно, что отель находится на возвышенности. То есть, все, что дует, все, все именно идет на территории. То есть, летом здесь комфортно в плане того, что ветерок охлаждает. Весна, осень. Ну, опять, неглубокие месяца. То есть, весна, там, с мая. И по среднему ноября тут должно быть нормально. Дальше будет просто холодно. Потому что ветер в Египте не то, что он, как бы, зимой дует, либо не дует. Ветер дует всегда. Просто его скорость и за этого будет, как бы, разница в ощущении температуры. Собственно говоря, ребят, кому сюда можно ехать? Это я дальше вам скажу. Мы посмотрим номер, что тут с номером. Не знаю. Надеюсь, мы посмотрим номер, нам покажут номер. И тогда смогу сказать, может, кому-то стоит ехать сюда для того, чтобы получить просто, можно сказать, минимальную стоимость на перелет. А может быть, кому-то можно и поехать. Тот, кто всегда отдыхал в Кирилловке, то, как ни крути, как правило, всегда за границей на эти деньги можно отдохнуть лучше. Так, по услугам отеля, ребят, ну, ну, нечего сказать, потому что все обусловлено ценой. Ну, ладно, попробую вам кое-что все-таки рассказать. Значит, завтрак с 7.30 утра до 10 утра, обед с 13 до 15, ужин с 19 до 21. За перекусы особо сказать ничего не могу, потому что нам за это ничего не говорили. Возможно, здесь никаких перекусов нет. Значит, у отеля есть три бара. Два из них на территории и один на пляже. Софт. То есть, алкоголя там не будет. Кстати, насчет ресторана. Значит, в ресторане, в принципе, вся посуда покоцанная. Это то, что рассказывали туристы. Поэтому не ожидайте какого-то там вау-эффекта от ресторана. Дальше. На территории есть несколько горок, но время работы нам так и не рассказали. Насчет подогрева бассейна. Смотрите, ребят, ну, тут просто-напросто из-за этой стоимости 99% даже если подогрев есть, он работать не будет. Дальше. Пока мы шли смотреть номер по территории, значит, кроме того, что сама территория такая подубитенькая, еще я видел кучу различного мусора. Имеется в виду местами. Это на клумбах, там, да и так по территории различные стаканчики, окурки и тому подобное. И по трансферу на пляж. Смотрите, ребят, в принципе, до пляжа можно пройтись и пешком. Там примерно 800 метров, но лучше все-таки поехать на шаттле. Это примерно до 5 минут. И ходить он должен, как нам пообещали, каждые полчаса. Дальше, ребята, показываю вам, как выглядит номер в данном отеле. Значит, в принципе, как бы номер достаточно просторный. Должен быть 32 метра квадратных. То есть, это то, что нам сказали. Значит, вот такой вот нестандартный, как бы, подъем к кроватям. Хотя есть номера, наоборот, где идет спуск по ступенькам к кроватям. В целом номер убранный, то есть, все чисто. Мебель местами кое-где покоцанная. Видно, что не молодая, но, в принципе, не убитая. А вообще, ребят, нам показали очень хороший номер, учитывая уровень этого отеля. Потому что, в целом, как бы, по-любому в этом отеле есть другие номера, которые будут в гораздо хуже состоянии. Балконы и террасы должны быть в каждом номере. В целом, сам балкон небольшой. Есть пара огроменных деревянных стулов. Ну, а вид, все зависит от того, где расположен номер. Так, и санузел, ребят. Ну, смотрите, что у нас. Фен. Кстати, фен здесь еще более-менее. С косметики у нас, грубо говоря, только мыло. Туалет. Кстати, ржавчины вокруг умывальника даже нету. Полотенце беленькие. И душевая кабинка. Душевая кабинка просторная, но все вот этой ржавочине, видите? Ну, опять, это большинство отелей эконом-класса, поэтому тут хотите, как хотите, вернее, так и воспринимайте эту ситуацию. В экономах практически везде такая ржавчина присутствует в санузлах. Так, ну что, ребят, рассказываю. Все-таки посмотрели мы и номер. Вот, давайте я вам скажу все-таки свои выводы по данному отелю. Значит, ну, собственно говоря, стоимость горит сама за себя. То есть, это самый дешевый вариант 4 звезды в Шар-Мальшеихе. Поэтому, ребят, тут нужно отнестись к этому с пониманием и понять, что кроме того, что вы здесь получаете крышу над головой и возможность помыться, собственно говоря, у вас есть еще пляж. Территория отеля, в принципе, она в зелени, но очень-очень нуждается в ремонтах, в обновлениях. То есть, это все видно, чувствуется по всем этим сооружениям. По чистоте, но опять, видел стаканчики, видел всякую фигню. Короче, всего здесь хватает. По мусору, я думаю, ну, тут каждый сам должен воспринимать для себя обращать на это внимание, либо не обращать. Питание. Питание, ребят, ну, у вас оно здесь бесплатное. Поэтому, что тут можно говорить за питание? То есть, как правило, в составе пакетного тура у нас есть перелет, трансфер, проживание, страховка. И, ребят, проживание в этом варианте, в составе пакетного тура, у вас оно, условно говоря, будет бесплатное в этом отеле. Поэтому претензии, конечно, их можно выставить очень много и сказать, что все плохо, печально и тому подобное. Если вы за это платили. Ну, если вы за это не платили, ребят, просто подумайте, как бы, стоимость, она говорит сама за себя, ребята. Пойдите в магазин, купите чего-то и поймите, что сколько вы заплатили за отдых. Собственно говоря, как бы, самый плюс это пляж. Пляж, я постараюсь, может быть, показать вам, если получится. Если не получится, то, собственно говоря, напишите в комментариях по пляжу ваше мнение. Из той информации, которая у меня есть, то пляж здесь хороший, хоть на него и возят. То есть трансфер ходит почти каждые полчаса, по крайней мере, по той программе, которую нам дали в отеле. Там расписан трансфер каждые полчаса на пляж. Аквапарк есть, условно говоря, аквапарк, несколько горок. Работает, ну, в среднем, примерно 3-4 часа на протяжении дня по графику. Собственно говоря, такая вот информация по отелю. Будьте аккуратны, когда выбираете этот отель. Ну, а тот, кто отдыхал, тут уже, напишите в комментариях под этим видео ваше мнение, ваше впечатление, когда вы отдыхали. Летом, зимой, осенью, весной, был ветер, не было ветра, как ходил в трансфере, что у вас было с питанием. Напишите это все в комментариях под этим видео, я обязательно это почитаю. У кого есть вопросы, тоже пишите в комментариях, тоже буду стараться отвечать. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, смотрите видео, будете всегда в курсе самой полезной информации о путешествиях. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!